Спортивная новость и Пинска в программе Спортэфир. Наш город чествовал королеву спорта. Так можно сказать о турнире по легкой атлетике, который состоялся на минувшей неделе. Традиционные состязания проводились в память о заслуженном пинском тренере Виталии Грицкевичи. За награды соперничали почти 200 спортсменов нашей области. Часть из них легкой атлетикой, занимается профессионально и это было видно по явному преимуществу некоторых на беговых стартах. Еще часть спортсмены-любители, кого пригласили выступать за команду. Тем не менее соперничество в любых легкоатлетических дисциплинах было хоть отбавляй. С каждым годом этот турнир дает все больше и больше своей отдачи. И это радует, потому что, я говорю, Виталий Александрович с нуля поднимал легкую атлетику в Пинске, в городе Пинске. Очень много было чемпионов Союза, медалистов чемпионатов Европы из его учеников. Ну и сейчас преемственность поколения, как говорится, существует. И не только для пинчан, но и для гостей, которые приезжают сюда, с удовольствием стартуют. Александр Грицкевич отметил не только то, что этот 14-й по счету турнир ежегодно прибавляет. Он проводится накануне вторых европейских игр, где ожидается выступление и пинских звезд легкой атлетики. Будет представлять команду Белоруссии на этих играх. Татьяна Холодович, которая на данный момент является наилучшей в мире по результатам своим в этом году. Выиграла зимний чемпионат Европы с результатами, является лидером. И Эльвира Герман, конечно, тоже наша чемпионка Европы прошлогодняя. Пока соревнуются бегуны в ожидании старта, толкательницы ядра. Пара учениц пинского тренера Михаила Волка признается, будет тяжело соперничать. Надо учесть недостатки, о которых говорят честно. У меня очень сложно с техникой, очень хромая техника, поэтому надо сконцентрироваться именно на технике и приложить все усилия, чтобы победить свой рекорд. А какой рекорд? 11-89. Лучший результат на тренировке я показала 10 метров 60 сантиметров. Наверное, на этих соревнованиях я буду стараться побить этот рекорд или хотя бы как-то дотолкнуть до этого. Ну, в принципе, так же, как у Ани, у меня хромая техника и еще не совсем, так сказать, окрепло для этого, для толкания ядра. Но думаю, что в будущем все будет хорошо. Все и было хорошо. Алина Калушева в толкании ядра стала третьей, а ее коллега по команде Аня Левченко сумела таки побить свой рекорд и завоевала золото. Вместе с ними и еще несколько призовых мест на счету пинчан. Виталий Грицкевич был известным тренером по легкой атлетике, а его коллега Анатолий Булгаков в свое время развивал в нашем городе тяжелую атлетику. Вот уже в пятнадцатый раз проводится турнир и в его честь. Мэтр пинской штанги тоже в звании заслуженного тренера нашей страны лично присутствовал на соревнованиях. Проводятся они под патронажем таможенного поста Пинск. В первый день борьбы на помосте юные атлеты нашего города успели отличиться и не раз за что их ждали награды. Некоторым молодым спортсменам их выручал лично Анатолий Булгаков. Анатолий Николаевич вспомнил и свою первую медаль, которую когда-то получал с особыми чувствами и волнением. Первую медаль я получил на Камчатке. Служил в подводном флоте, на подводных лодках. И там получил, стал чемпионом в 60-м году, стал чемпионом Камчатской области. Вспомнил Анатолий Николаевич и как в далеком 1966 году приехал в Пинск, где впоследствии и стал учить молодежь, как управляться со штангой. Работал на ЖБИ энергетиком, а в 74-м году перешел на тренерскую работу, меня пригласили. В 74-м году вот эта школа номер 5 была, тяжелая атлетика открылась. Так как я был мастер спорта и меня пригласили работать. И вот с 74-го года по 2006 год проработал в этой школе. Старейшему наставнику тяжелой атлетики, воспитавшему десятки чемпионов и юные атлеты и гости турнира, желали крепкого здоровья. Такого же, как у Виктора Тросинского, который продемонстрировал чудеса своей силы и желание добиться наилучшего результата. В этот день заслуженные награды получили сестры-миллионец, на счету которых медали за первое и второе место. Такой результат закономерен, ведь на этом же турнире они отличились и в прошлом году. Для меня это соревнование прошло лучше, тут лучший результат. В категории 49-й я выполнила КМС, но мне 13 лет, мне его не засчитают. В данном случае штамбу толкнуло, подняло сколько, рвануло? Порвало 46, а толкнуло 56. Я меньше взяла, потому что у меня там проблемы есть. Я рвануло 27, толкнуло 35. 15-й турнир. За это время, представляете, сколько детей прошло. И некоторые даже выступали на чемпионатах мира и Европы. Я желаю вот этого потока тоже бы, чтобы выступали бы на этих крупных соревнованиях. Четыре дня противостояния помогли выявить победителей международного юношеского турнира по футзалу. Участвовали всего четыре команды, но организаторы состязаний обещают в будущем набрать обороты и сделать турнир традиционным и более массовым. Кто лучше на площадке универсального зала спорткомплекса по ЛСГУ поспорили три команды из ближнего зарубежья. Футзальная дружина из украинского Житомира и российских городов Тюмень и Березовской и Свердловской области. Конкуренцию им, конечно же, составили хозяева турнира Пенчане, подопечные Евгения Демидова. Гости оказались сильнее, и наши юные спортсмены как ни старались, не попали в финал. Не пробилась туда и украинская команда, но достойное сопротивление тоже оказало. В данном турнире нам очень интересно участвовать, потому что на самом деле очень сильная команда, очень сильный уровень проходящего турнира. Для нас это большая честь участвовать в этом турнире. И дети у нас будут получать колоссальнейший опыт для дальнейших своих свершений. За первое место в последний день турнира, субботу, сразились российские команды. Суходолье, Тюменье, Березовский, Брозекс. Эмоции на площадке зашкаливали, но победить помогали мастерство и терпение. Его в большей степени демонстрировал Брозекс, который в итоге и стал чемпионом. После окончания турнира всех победителей ждали заслуженные награды. Организаторы ждут этих же участников и в следующих футзальных состязаниях в Пинске, куда пригласят новые команды. Старались, но не смогли стать лучшими. Пинчане уже второй год отдают пальму первенства в Спартакеаде «Защитник Отечества». Гегемонию нашей команды, не единожды становившейся победителем данных состязаний, в 2018 году прервала сборная Барановичской области. Она и в этот раз выступила лучше всех, набрав максимальное количество баллов в борьбе. Соревновались, как и ранее, в ряде дисциплин, среди которых силовая гимнастика, плавание, бег, пулевая стрельба. Пинская сборная, которую не первый год тренирует Сергей Матвецевский, состояла из трех представителей местного лицеостроителей и одного учащегося из третьей городской школы. В командном зачете они добились почетного второго места. Есть большая вероятность, что кто-то из наших парней все же отправится на республиканский этап Спартакеады «Защитник Отечества» в составе сборной области. Туда попадают лучшие представители команд, и такие у пинчан всегда имеются. Движение жизни, а бег – это еще и здоровье. И его наверняка прибавилось у пинчан, которые вновь стали участниками традиционного весеннего кросса по улицам города. Этот забег стал не менее массовым, чем в прошлые годы. Счет идет на сотни участников, которые представляют трудовые коллективы, организации и предприятий города. Вместе с ними поочередно стартуют пинские студенты, учащиеся местных колледжей, лицеев, школ и гимназий. На этот раз ввиду ремонтных работ маршрут пришлось подкорректировать, и забег начался с улицы Комсомольской. Изначально он обещал быть нелегким, ведь впереди трасса с поворотами длиной почти в три километра. Бежали участники, передавая по пути эстафету своим коллегам по команде. Обязательные меры безопасности. Скорая и сотрудники ГАИ сопровождают соревнующихся. Очень старались прийти к финишу первыми чемпионы прошлого года. Среди школьников – это команда 14-й школы, среди работников предприятий – это пинск-древовцы, а среди учащейся молодежи – студенты Полесского госуниверситета. И вот он долгожданный финиш. Кто-то с лёгкостью покоряет трёхкилометровую дистанцию, а кто-то в прямом смысле валится с ног от физического до и морального напряжения. Завершилась очередная эстафета по улицам города, посвящённая Дню работников физической культуры и спорта и Дню Победы. Первое место среди производственных коллективов заняла команда «Зао» холдинговая компания «Пинск-древовцы». Среди юношей студентов первое место заняла команда учреждения образования Полесский государственный университет. Среди девочек-школьников первое место заняла гимназия номер 3. Среди девочек-студенток первое место заняла команда учреждения образования Полесский государственный университет. В группе школьников-юношей первое место заняла команда средней школы номер 14. Ждем других новостей из мира спорта, важнейшие из которых постараемся осветить в нашей программе. Но это будет ровно через неделю. А пока прощаюсь с вами. Берегите себя.